Всем здравствуйте, вы в Превом и Семене. Меня зовут Рычкова Юлия, я мастер. Арина у нас участвует Всероссийского фестиваля в Артеке. Сегодня мы вам расскажем, как правильно выполнять комплекс ГТО. Все упражнения, которые можно выполнять в последних условиях. Прыжок в длину с места, упражнения на гибкость, отжимания пола, пресс. Для тестирования нужно сначала зарегистрироваться на www.ru, завести и получить идентифицированный код, номер участия. И перед тем, как сдавать врачи, обязательно зарегистрировать риск травм, а также подготовить мышцы и суставы. Редактор с наступность Стас Увидел博, а также Эта Семи Увидели Рецепти Марь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Носки перед линией отталкивания... Одновременно производится толчок двух ног вперед... Допускается мах руками... Измерение производится в сантиметрах... Продолжение следует... Три зачетных прыжка... Результат фиксируется... От линии толчка... До приземления любой частью тела... Частница прыгнула метр пятьдесят... Лучший результат... Продолжение следует... Тестирование... Продолжение следует... Следующая ошибка... Это прыжочек... Вот подскок вот такой вот... Перед тем, как выполнить упражнение... Тоже не засчитывается... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так как... Прыжок в длину... У нас... Развивает скоростные... Силовые качества... Но... Для этого... Тестирования... Чтобы... Наилучшим образом подготовиться... Нужны такие специальные упражнения... Это... Различные прыжки... Прыжки вверх... Подскоки... Прыжки могут выполняться... На тумбу... Ух ты... Аккуратненько... Можно подобрать тумбу еще повыше... Это различные выпады... Это лягушка... Упражнения... Это трайм... Это трайм... То есть вот такие специальные упражнения... Можно выполнять... При подготовке этого тестирования... Упражнение взрывное... И, соответственно, специальные упражнения должны направлены на скоростно-силовую качество спортсмена. Итак, следующий вид тестирования – это пресс. Итак, исходная упражнение. Тренер либо участник фиксирует ноги за голеностопный сустав. Участник фиксирует ноги за голеностопный угол, плечи касаются пола, руки в замке, на зацепь. По команде можно. Участник касается локтями коленей, либо верхней части бедра. И опускается в исходное положение, касаясь плечами пола. Итак, давай продемонстрируем, как это будет выглядеть. Есть. 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 Вот таким образом. Какие могут быть ошибки? Итак, первая ошибка – это участник не коснулся локтями бедер, либо верхней части бедер, либо коленей. Вторая ошибка – это участник не касается плечами пола. Лопатками пола не касается. А при этом судья не считает такое упражнение. Итак, следующая ошибка, которая может возникнуть. Этого участника расцеплены руки в замке. То есть руки должны находиться строго на затылке, ни на шее, ни на верхней части головы. Иначе такое упражнение судья считать не будет. Так, следующая ошибка, которая может возникнуть при выполнении этого упражнений – это занятие таза. Таз принимаем. Такое упражнение не засчитывается. Так, вот такие ошибки при выполнении этого упражнения. Ну, чтобы участвовать в выполнении этого тестирования, участнику предлагаются такие упражнения на пресс. Показываем упражнения на пресс. Это с прямого. Такие же упражнения на пресс. Такие же упражнения на пресс, только мы не касаемся плечами. Либо мы выполняем ножницы в разнообразных упражнениях. Это может быть велосипед. Либо поднятие ног. Но мы их пола не касаемся. То есть различные упражнения на пресс. Можно это делать в актомном или интервальном методе. Либо 30 секунд делаем, 30 секунд отдыхаем. То есть вот в таком режиме нужно выполнять. По нескольку серий. Ну, это в зависимости от подготовки спортсмена. Итак. У нас появились вопросы. Здравствуйте. Интересно, а когда нормативы ГТО выполняются официально? Насколько строго судьи оценивают упражнения? Могут ли простить небольшие ошибки? Так, тестирование ГТО выполняется в центрах тестирования. И смотря какое упражнение, какие могут быть поплашки, так сказать. То есть, допустим, если упражнения из норматива палеотлона, то они выполняются конкретно по правилам палеотлона. И никаких повлажек здесь нет. Ну, а сейчас мы расскажем вам следующее упражнение. Это отжимание с порой лежа. Так, вбивание и развивание рук в упоре лежа. Здесь все не так просто. Хочешь, оставим пока. Участнику определяются определенные требования к спортивной форме. Обратите внимание на арену. То есть, форма должна быть облегающая. Это должны быть либо лосины, либо леггинсы, либо топик, или обтягивающая футболка. Футболка при этом должна быть заправлена. То есть, она не должна торчать со всех сторон. Перед выполнением участник имеет право попробовать платформу. Обратите внимание, у нас платформа, на которой выполняются упражнения. Она имеет звуковой и световой сигнал. Естественно, не у всех есть такая платформа. Но для удобства можно применить книжечку. Размером где-то 5 см. Не где-то, а конкретно. Имеет тоже размер 5 см. Итак, исходное положение. Упираются в пол, и они должны быть без опоры. Итак, по команде можно. Участник выполняет упражнения. Сгибает руки. Участник должен коснуться груди переднего края платформы средней частью груди. Так, Алиша нам сейчас продемонстрирует, Алина. И вот с командой есть. Итак, по команде можно. Участник выполняет. Есть. Идет за счет 1. Есть 2. Есть 3. Вот таким образом выполняется упражнение. Итак, какие могут возникнуть ошибки при выполнении данного упражнения? При котором судья не будет производить счет. Первая ошибка – это нет касания. Участник не коснулся контактной платформы средней частью грудной клетки. То есть, видите, не производится сигнал. Следующая ошибка. Она называется живот. Участник касается платформы не грудью, а животом. Вот я решила продемонстрировала. Итак, следующая ошибка – это нет фиксации. То есть, участник в исходном положении не фиксирует на 0,5 секунды. Вот так быстро делают. Это является ошибкой. И такое отжимание не засчитывается. Итак, следующая ошибка – это нарушение прямой линии. То есть, это может быть плечи вверх. То есть, когда у нас туловище, таз, ноги остаются внизу, а плечи наверху. Нет, отжимаемся наверху, таз. Итак, следующая ошибка – это бедра. Касание бедрами или коленями пола. Касание бедрами. Вот такое упражнение считаю. Касание бедрами. И следующая ошибка – это волна. Налиша сейчас продемонстрирует на волну. Волна. Попа, потом плечи поднимаются. Или наоборот, плечи, потом таз. Так, еще одна ошибка. Это поочередно. Ошибка называется поочередно, так, как руки разгибаются несинхронно. Сейчас мы вам покажем еще раз, как руки разгибаются несинхронно. Вот, то есть, они поочередно. Сначала правая рука, потом левая рука. Вот, такое отжимание не засчитывается. Итак, еще одна ошибка, при которой отжимание не засчитывается, это угол. Так, угол локти при сгибании и разгибании относительно оси туловища более чем на 45 градусов разведены. Так, Вадиша, теперь по-другому продемонстрирую. То есть, кисти расположены так же, просто угол больше. Кисти держатся там же. Вот. То есть, угол разведения более 45 градусов. Боли разведены более чем на 45 градусов. И еще одна. Еще одна такая ошибка. Нарушение исходного положения. Это когда участник решил отдохнуть. Поставил таз домиком. Дальше показываем. В исходном положении. Решил вот в такой позе отдохнуть. И еще одна ошибка. Это правило одной системы. И еще есть такой спорный момент в локтевом суставе. Что он зафиксировал секунду в исходном положении. И зафиксировал, и выпрямил. Итак, для того, чтобы подготовиться к выполнению тестирования, в наших условиях, можно выполнять следующее упражнение. Но это непосредственно сами упражнение. Для новичков это отжимания с колен. Сейчас покажи нам отжимания с колен. Допустим. Используется повторный или интервальный метод. Наиболее эффективный для тренировок. Ну, допустим, 30 секунд выполняет участник упражнения. 30 секунд отдыхает. Ну, здесь отдых можно варьировать. И также повторения. Допустим, 4-5 повторений. И 2-4 серии. Ну, это все индивидуально. И зависит от уровня подготовленности спортсмена. Также для того, чтобы избежать технических ошибок при выполнении отжиманий, нужно укреплять мышцы пресса и спины. Например, пресса, которую мы с вами показываем. Лодочка. Должны быть укреплены. Также хорошее упражнение. Упор приседа тоже. Угу. Замечательно. Вот казалось бы, это простое. Оно очень сложно. Судейство, так и для участников. Поэтому в этом виде должно быть не менее трех. Это главный судья на виде, который подает команды. Можно есть. Счетчик, который проговаривает счет и зачеркивает правильное движение в протоколе. А также судья-фронометрист. Он следит за временем. Это результат протокол. Так, у нас появились вопросы. Так, хорошо, давайте на вопрос. Пытание. Так, обратите внимание, что определенный способ это должны быть либо шорты с открытыми коленями, либо шорты с открытыми коленями, либо шорты с открытыми коленями. Выполняется, так, ножки, так, чуть-чуть, отбегаем ножки. Вот так. Выполняется два предварительных наклона, и на третий раз мы фиксируем руки. Вот таким образом. Зафиксировали. При этом смотрим, чтобы колени были выпрямлены. Итак, какие могут возникнуть ошибки, при которых данное упражнение не засчитывается? Это если у участницы ноги согнуты. Колено ставим. Вот так. Ноги согнуты. Следующая ошибка. Это когда участница касается одной рукой. Вот таким образом. Руки должны быть параллельно, две руки сразу. Так. Так. Ещё раз. Так. Кончили. Так. Какие могут быть вопросы? Давайте посмотрим. Посмотрим. Так. Сейчас посмотрим вопросы. Залистаем. Были ли вопросы? Были ли вопросы? Так. Листаем. Читаем. Есть ли какие-то ограничения по допуску к выполнению нормативов? Ограничения могут быть. Это если у вас нет идентифицированного номера, вы не зарегистрированы на официальном сайте и у вас нету допуска от спортивного врача. Так, для того, чтобы получить знак отличия, сколько нужно выполнить нормативов, все или можно выбрать. Так, можно выполнить и все, а также можно выбирать это всё индивидуально и зависит от вашей ступени. Ну, всего нормативов 11-13 у каждой ступени по-разному. Так, есть ли какие-то ограничения по срокам выполнения нормативов? Нужно ли их выполнять за один день или нет? Ну, это зависит от самих тестирований, то есть они там проводятся один раз в две недели и смотря какой вид проводится, вы записываетесь в центр тестирования и, соответственно, выполняете. Так, какие бонусы предусмотрены для того, кто получит знак отличия? Ну, при поступлении это начисляется баллами и в зависимости от вуза, который предлагает, где-то 5 баллов, где-то 10 баллов. Это всё зависит от вуза, к которому вы поступаете. Ещё какие-то вопросы? Итак, ребят, задавайте вопросы. Так, вопросов больше нет. Так, ещё ждём вопросы. Задавайте ваши вопросы. Мы обязательно на них ответим. И так, хорошо, вопросов нет. Заканчиваем. Желаем вам отличного настроения, здоровья. Обязательно приходите в центр тестирования. Задавайте только на «Отлично», на «Золотой знак». Мы вас всех ждём в центре тестирования. Ещё раз повторяю, что прежде чем пройти тестирование, нужно официально зарегистрироваться. И пройти медицинское обследование. Получить допуск спортивного врача.